Слава Господу! Сегодня у нас хороший день. У вас хороший день, нет? У меня тоже хороший день. Как определить хороший день или нехороший? Я лично иногда просто вздыхаю так, знаете, глубоко и говорю, Господь, как хорошо, как хорошо на душе. Люди могут по-разному определять, хороший у них день, удачный, неудачный. Мы поем или пели раньше такой псалом, хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла, да? И плохо, когда есть зло, пусть маленькое, пусть язвительное что-то, непрощение, какой-то горький корень, какая-то досада, когда что-то человек допускает, и оно может причинить вред, говорит Библия. И это плохо. Что значит плохо? Ну, скверно на душе. Мы так говорим, вот просто плохо на душе. И я замечал даже по своей жизни, что иногда я даже сразу не могу определить, от чего плохо. Вот откуда это внутреннее беспокойство или тревога? И если внимательно беру и анализирую свою жизнь, просто проверяю, отделяю сознательно время, иногда для этого нужен час, два часа, но я целенаправленно ставлю перед собой такую задачу. «Господь, что оно меня беспокоит? Что бы это значило? Почему так тревожно внутри? Как-то неприятно». Недавно у меня было, я задумал одно дело сделать в служении. Вроде все шло хорошо, и вроде бы все совершенно правильно, и все получается. Но вот как только я начинаю об этом деле думать, как-то внутри беспокойство. И я взял просто время, и помню это хорошо, в часов 8 вечера было, я пошел в парк у нас там, где мы живем. И я просто ходил и говорил, Господь, я хочу честно перед Тобой разобраться, откуда у меня эта внутренняя тревога. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что я верю, что состояние мира, сердечного мира, это очень важный фактор и показатель того, что мы ходим в послушании Господу. Именно сердечный мир. Так учит Слово Божие. Вы знаете, как говорит Слово Божие, что «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий соблюдет, то есть сохранит. Мир Божий окружит ваше сердце и сбережет его. Потому что сердце, оно очень тонко реагирует на все, что происходит в жизни. И как я сказал, иногда мы до конца даже не знаем, что бы могло вызвать нарушение этого внутреннего покоя или внутреннего мира. Как и у меня было. И я прошел час, полтора часа. Я говорю, Господь, мне надо добраться до той причины. В чем же эта причина? Почему мне так нехорошо внутри? Вроде бы дело хорошее. Я хорошо помню, просто когда я молился, продолжал молиться, Господь просто показал, вот здесь видишь, вот здесь видишь, вот все твои хорошие намерения, вот здесь ты свернул в сторону. Вот здесь уже были твои личные амбиции, вот здесь ты уже работал не на мою славу, а на свою. Вот здесь, вот здесь та тропинка, где ты с моей хорошей, чистой дороги свернул, даже не заметив, как тебя подговорили, как тебя, знаете, есть такое слово, как Павел тогда сказал, да коли ты будешь совращать с прямых путей, Господь. Вот кто-то просто совратил, вот кто-то просто свернул, вот кто-то просто свернул, вот где я свернул, вот почему мое сердце потеряло мир с Богом. И я так начал радоваться, я стал благодарить Бога, что Он мне показал эту причину. Почему? А потому что можно было бы пойти по этому пути, смело развивать служение, если ты не внимателен к внутреннему голосу. Если ты просто делаешь, оправдывая тем, что все же для Бога делаю, но я не так, в моей жизни не так. Я вернулся к этому перекрестку, к этой развилочке, сказал, Господи, я осуждаю то, что я здесь решил. Я осуждаю вот то, как я принял здесь решение. Я каюсь в этом, я отказываюсь двигаться таким путем. Восстанови мой сердечный мир. Благодарю Тебя, что Ты помог мне это изъять. И удивительно, такой мир меня накрыл. Просто такой мир Божий накрыл мое сердце. Я так просто радовался. А я повторю свою мысль. А можно было пойти по этому пути и развивать служение. И уже плоды иметь. И усилия прилагать. И деньги вкладывать. И молишься. И просишь Божьего содействия. И Бог и будет помогать. Но только сердце черствеет, грубеет. И мы так в жизни становимся нечувствительными голосу Божьему. И я просто хотел бы немножко поговорить об этом внутреннем покое. О внутреннем мире. Я считаю, что это что-то очень важное для верующего человека ходить в мире с Богом. Аминь. И я когда-то читал о человеке, который по заказу советского правительства убил Троцкого. Когда Троцкий жил, если не ошибаюсь, в Мексике. Когда он уже был в конфликте с советским правительством. И это было заказное убийство. И человек, который убил Троцкого, был пойман мексиканской полицией. И его посадили в тюрьму. И в знак благодарности советское правительство предложило Троцкому бежать с тюрьмы. То есть не Троцкому, а человеку, который убил Троцкого. Бежать с тюрьмы. Мы, мол, все обеспечим и мы поможем. Мы обеспечим тебе свободу. И я был чрезмерно удивлен, что этот человек отказался бежать с тюрьмы. Он сказал, если я убегу от справедливого наказания, я буду всю жизнь бегать. Я буду всю жизнь преследуем страхом, что меня поймают. Я не соглашаюсь на это. Я хочу отсидеть срок, положенный мне за убийство, и выйти свободным человеком. И он отсидел 20 лет и вышел на свободу. Но сказал, я прятаться не буду. Я стал рассуждать над судами Божьими. И стал рассуждать, как же плохо чувствует себя человек, который постоянно убегает. Вот внутренний голос и работа Божья зовет человека к свету. Христос говорил, а в чем, в принципе, состоит суд? В чем определение суда? А в том, что свет пришел в мир. Что же такое суд? Можно сказать, суд это что-то как бы... Ну, мы всегда съеживаемся так. Ну, суд это что-то неприятное. Это постоянно хотят к чему-то докопаться. Это хотят тебя на чем-то поймать. Мы как бы всегда хотим уходить как можно дальше от этих судебных процессов. Но давайте уберем суд. Давайте уберем суд совершенно. Вот зачем нам нужен суд? В государстве, в церкви, допустим. Суды Господни, которые Давид к удивлению прославляет. Говорит, как желанны суды твои. Они желание золота. Они слаще меда. Это о судах. Это 18-й Псалом. О судах. Они слаще меда. И капель сота. И раб твой охраняется ими. Он говорит, Господи, суди меня по правде Твоей. Пусть придут на меня суды Твои. И мы не понимаем, что бы это значило. Но если мы уберем суд, если мы уберем полицию, потому что, ну как, ну штрафуют, догоняют, требуют, навязывают эти законы, эти постоянные правила. До свободы мы хотим вообще. Я у одной женщины в Сан-Франциско спрашиваю. Говорю, а в чем вообще вершина демократии, за которую вся Америка борется? Она говорит, вершина демократии, это когда каждый делает, что хочет. Вот тогда, говорит, нам не надо будет ни митингов, ни бороться ни с чем. Я думаю, Боже мой, как же это страшно, если каждый будет делать то, что хочет. У нас, когда в Новом Орлеане затопило, если вы помните, пару лет назад, да, там шторм прошел сильный. И это было ужас просто, когда полиция исчезла с улиц. Люди просто начали делать действительно что хотят. Взяли оружие, там даже по полицейским вертолетам стреляли. Если они вылетали на места происшествий, полное безобразие началось. То есть в человека, когда ты с него снимаешь ограничения, у него благородные мысли в голову не идут. У него сразу как бы идея, как вот только свет вырубили, сразу идея, чтобы стащить. И я начал наблюдать и смотреть, Господи, как же вообще славно, что сердце мое чувствует плохо себя, когда я делаю что-то вопреки Твоим заповедям, вопреки законам, Тобой положенным в мое сердце. И я так верую, друзья, что мы хотим вот этого мира сердечного. Вспоминаю свое детство. И как я уже вчера говорил, у нас было 4 мальчика у родителей и последняя девочка в семье. И когда мы что-то, ну, там, вытворим во дворе или в отсутствие родителей, что-то сделаем, или там разобьешь что-то, да, силы сознаться нет. Вот самому прийти сознаться. Силы нет, как бы знаешь, что получишь за это. Но и жить с этим осознанием очень плохо. И вот я вспоминаю свои ощущения детские. Я внутри даже молился, Господи, побыстрее бы родители узнали. Потому что сам сказать не можешь. Иногда хватало силой сказать, а иногда не хватало. И вот ты засыпаешь вечером, а сна нет. И тебе неприятно. И мама тебя на ночь целует, а тебе неприятно. Ты чувствуешь себя предателем. Ты чувствуешь себя просто плохо. А когда родители найдут это, ты получишь свою порцию положенную, да? Но так хорошо. Просто так легко. Ты просто говоришь, слава тебе, Боже, что нашли. И вот такой вот парадокс, и в этом парадоксе мы всегда живем. Всегда. Когда муж изменяет жене, пусть в небольшом. Когда родители скрывают что-то, то есть дети скрывают что-то от родителей. Человеку плохо, человеку хочется к свету, потому что суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И они не идут к свету, чтобы не обличились дела их. И им от этого плохо. И очень плохо. А кто идет к свету, обличаются дела его. Но человек восстанавливает мир с Богом. И это удивительно прекрасные ощущения. Итак, дерзновение. Что же такое дерзновение? Дерзновение смотреть в глаза. Я написал своей жене письмо на днях. Мы не виделись уже почти две недели. Я написал ей Жанна. Я тебя люблю. Я тебе обещаю перед Богом, что я тебе хранил верность все эти две недели. Вы можете подумать, что я в буквальном смысле слова написал верность, что я там ни с кем не изменял ей. Но верность это же намного более глубокое чувство, чем просто с кем-то быть. Верность это же преданность. Верность это же намного больше. И я просто почувствовал, что мое сердце осталось абсолютно преданным только ей. Все эти две недели, сколько мы перелетали, ездили, говорили с людьми, встречались в городах больших, Москва, Петербург. Но вот как же было приятно просто это сказать, что мое сердце принадлежит тебе полностью. Я вижу, что есть такое понятие, как дерзновение. Дерзновение смотреть в глаза. Дерзновение смотреть в глаза вам. Дерзновение смотреть в глаза своей супруги. Дерзновение смотреть в глаза своему ребенку. Дерзновение смотреть в глаза своим родственникам, своему папе, маме. Это дерзновение. А еще больше апостол Иоанн написал, мы имеем дерзновение к Богу. А когда же такое сильное состояние? Может это вообще дерзость смотреть в глаза Богу? Но Иоанн не так говорит. Апостол Иоанн говорит, нет, это дерзновение. Человек может быть в таком состоянии, чтобы иметь дерзновение к Богу. В чем же это состоит? Если сердце наше не осуждает нас, мы имеем дерзновение к Богу. И все, чего не попросим у него, он даст нам. Какое славное состояние человеческого сердца. Вы согласны со мной? Мы имеем дерзновение к Богу. И мне бы хотелось поговорить вообще, что может забрать у нас это дерзновение? Что делать человеку, когда он в силу каких-то причин нарушил этот сердечный мир с Богом? Вы знаете, в 14-м псалме Давид, вдохновленный Господом, пишет просто о том, кто может пребывать на святой горе твоей. Потому что Бог-то наполняет всю землю и хранит людей, и благословляет, и хлеб им посылает, и пищу, и воронам, и львам, и людям, и атеистам, и безбожникам, и всем прочим истам. Бог все равно посылает свою жизнь и свое пропитание, но есть что-то другое, что-то отдельное, что-то привилегированное. Кто же может пребывать на святой горе твоей? Кто может быть в твоем присутствии? И он перечисляет там некоторые качества, которые человеку дают дерзновение приходить перед лицом Божьим. И одно из качеств очень странно звучит. Оно звучит так. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? Я смотрел другие переводы. Смысл этого заявления сводится к тому, что кто из людей клянется хотя бы себе во зло? Даже себе во зло, если твоя клятва, которую ты дал, или обещание, или слово, которое ты дал, уже тебе самому вредит, но ты не изменяешь данного слова, обещания, ты верный. Правильно. Ты верный. И вы знаете, я как посмотрел на мир, пожив особенно в Штатах, как посмотрел на мир, я сделал заключение, что мир это постоянно непостоянный мир. В нем все постоянно меняется. Нет никакой стабильности. И обществу так хочется. Иметь вот этих верных людей, эти ориентиры, вот эту конституцию, конституцию, на которую ты можешь встать и знать, что конституция переменам или изменениям не подлежит. А они постоянно поправки вносят в эту конституцию. И казалось бы, уже вы столько поправляете эту конституцию, она уже должна быть как Библия совершенна. Потому что вносится все лучшее и лучшее, лучшее и лучшее. Все совершенствует и совершенствует. А на самом деле это ложь. Никто конституцию не совершенствует. Конституцию адаптируют под свою греховную природу. Встает безбожный человек и хочет законно делать беззаконие. А как же он его сделает, если конституция ограничивает его беззаконие? Так поменять надо конституцию. Внедрить надо в конституцию другие правила. И вот занимаются этим правители. И ты понимаешь, вчера ты был на стороне конституции. Вчера ты был законопослушным гражданином. А сегодня ты уже преступник. Ты делаешь то же самое. Ты борешься со здоровой традицией семьи между мужчиной и женщиной. Но они поменяли конституцию. И ты уже вне закона. Ты уже преследуем. За что, Господи? Я боролся за здравые, за разумные. И вы знаете, я как посмотрел на это, я сказал, Господи, слава Тебе, что хоть Ты неизменный в слове. Вот хоть что-то есть в жизни стабильное, на что можно опереться. И это вечный и неизменный в Своем слове Бог. Слава Тебе, Господь, за это. И как же нам хочется, чтобы люди, наши лидеры общества, наши президенты, наши пастыри, папа в доме просто, мама, чтобы это были люди слова. Как же нам хочется опираться и отвечать за свои слова. Как же это важно в Царстве Божьем, отвечать за свои слова. Потому я сказал, что если человек клянется даже во вред себе, но не изменяет, Давид сказал, это человек. Это человек верный. Он будет допущен в Божьей присутствии. Потому что это человек принципиальный. Он живет по принципу некорысти. Знаете, как закон, как дышло. Куда повернул, туда и вышло. Сынок адвоката приходит к отцу. Отец передал ему бизнес адвокатский сыну. Сын прибегает к отцу и говорит, папа, можешь меня поздравить? Я выиграл то дело, которое ты не мог выиграть 25 лет. А он говорит, ну и глупец ты, сынок. Это дело кормило нас 25 лет. Вот ты смотришь на этих адвокатов и думаешь, ты ищешь правды. Ты платишь деньги за что? Да за правду. Да докажи. Да какая правда? О какой правде вы говорите? Больше заплатил, докажут. Оспорят, опровергнут, найдут лазейку. И я просто, друзья, о чем говорю? Что есть вечное, есть неизменное. Есть то, что меняется. А есть то, что не изменяется. Я прихожу к выводу, как же все-таки мы все хотим иметь возле себя стабильное, постоянное, вечное, на него опираться и так прожить жизнь. Потому что очень много в жизни изменяется и мы тяжело переживаем предательство. Так вот, что мне хотелось бы показать, что особенно лидеры, то есть люди, которые стоят во главе, допустим, родители для детей. Это ориентир. Дети равняются на родителей. Ребенок, который дал свою ручку вот папе, и папа ведет его со школы, ребенок доверяет отцу. Ребенок идет за отцом, отец смотрит по сторонам улицы, чтобы машины не сбили его. Ребенок легко себя чувствует. Он доверяет. Когда папа начинает его чему-то учить, ребенок спрашивает, папа, почему так? И папа его учит. Ребенок, он чистая душа, он открывается, и он доверяет. И когда отец предает ребенка, когда отец за слова свои не отвечает, когда сын говорит, пап, ну ты же обещал. Я помню, у нас в детстве был такой случай. Наш отец оставил меня с братом у бабушки. Она жила в городе, мы жили уже в деревне. И отец не мог приехать в тот вечер забрать нас, но он пообещал, что приедет. И мой брат меньший, Володя, который после меня, у нас полтора года разницы, он не ложился спать, уже 11-12 вечера. Он говорит, бабушка, я ничего не знаю, папа сказал, что он приедет. Нет, папа сказал, что он меня заберет сегодня. И когда отец об этом узнал, он просто ночью, или в час, или в два ночи просто приехал, только потому, что ребенок, три годика, не слазил с подоконника, он просто сидел, смотрел на темную улицу и сказал, папа, мне сказал. Бабушка говорит, у него не получать. Нет, папа мне сказал. Вы знаете, я понял, какой силой обладает вот это доверие, что отец был вынужден в самых тяжелых обстоятельствах, у него не работала машина, поломался мотор, но он должен был не подвести своего сына. Я думаю, как же Бог все-таки хочет, чтобы мы могли уповать на его слово. Как же Бог со всех сил старается исполнить свое слово. Он просто понимает, что наша вера в него и в его слово, она нас держит на плаву. Это единственное, почему мы не разбиваемся в жизни. Потому что хотя бы одна личность во вселенной за свои слова отвечает. Это Бог. Я бы хотел сказать просто, почему Бог и взыскивает из родителей, из лидеров нашего общества, когда мы не сдерживаем наших обещаний и не сдерживаем наших слов. Что же происходит, когда Христос говорит о книжниках и фарисеях? Это были священнослужители, они были лидеры, духовные лидеры общества. А Он говорил им, вы сами не входите и хотящим войти не допускаете. Интересное состояние. Казалось бы, хочет себе человек войти, так пусть входит. Нет. Лидер это человек, который сел на седалище, который закрыл вход. Почему? Потому что Он посредник, потому что Он образец, потому что Он человек, на которого надо равняться. А Христос говорит, учат они правильно, но сами не делают. Вот где кроется вся проблема. Говорят они правильно, но не делают. Они говорят, но не делают. Так сказал Христос дословная фраза, 23 Матфея. Они говорят и не делают, так как говорят. А если, говорит, кого-то и удается обратить, то они делают его в два раза худшим себя. Я задумался над этим, как это возможно? Как это возможно? А потому что закваска фарисейская, есть лицемерие. Лицемерие это двойной стандарт. Это человек говорит, ну в церкви так себя не ведут. В церкви так нельзя одеваться. А что, на работе можно? Я задаю вопрос, а как же так интересно? В мире везде можно так одеваться. В церкви так не разговаривают. А что, в жизни можно так разговаривать? Я этого не понимаю. То есть мы же и есть свет миру. Мы же и есть свет во всех отношениях. Или у нас двойные стандарты. Я понимаю, что мы живем в обществе для того, чтобы светить в этом обществе. Если на мне кто-то соблазняется в церкви, так тем более в мире соблазняется. Потому что здесь хоть Дух Божий защищает людей от того, чтобы они не соблазнялись на твоей одежде. А в мире тем более, скольких людей ты соблазняешь такой одеждой, которую соблазняешь в церкви. И я просто верю, что нам нельзя развивать эти двойные стандарты. Я читал однажды записки одной женщины. Она очень известный автор там у нас в Штатах. Она на английском языке пишет. И она писала, говорит, я сидела однажды в церкви и наблюдала такую интересную сцену. Люди слушали проповедь. И сидел мальчик, может быть лет восьми, возле мамы или пяти. И он сидел и просто улыбался. А он был таким веселым, все рассматривал по сторонам. Рот его был широко раскрыт. Ему все так нравилось. И он не шумел, не говорил, ничего не требовал. Он просто сидел, глазел, улыбался. И вдруг эта женщина, вероятно, мама, которая сидела возле него, дала ему такую затрещину. Ты что улыбаешься в церкви? Мальчик на нее посмотрел так. Такая крупная слеза упала в него с глаз. Она сказала, вот так лучше. И эта женщина, наблюдая за этим, говорит, я подумала, как же это страшно. Вот эта детская радость чистая, вот эта улыбка чистая. Это может быть наша последняя надежда, которая осталась на этой страшной земле. Почему же, когда это дитё улыбалось, мы его заставляем в церкви не улыбаться. Мы учим его вот здесь так жить. А вот там улыбайся, вот там шуми, вот там можешь как хочешь жить, но он не в церкви. Я серьезно, сколько раз думал, мне говорят, нельзя в церкви шуметь, нельзя в церкви как мы. Это храм. Какой храм? Мы храм. Мы храм. Мы собираемся вместе для общения. Если мы здесь не можем пошуметь, обнять друг друга, поприветствовать, порадоваться, поплакать, так тогда где? Где тогда? Куда нам идти, чтобы выразить свои эмоции? Как раз есть это место, которое мы называем собранием святых, где мы находим общение друг с другом и где мы позволяем Духу Божьему работать над нами. То есть я против двойных стандартов, все, что я пытаюсь сказать. Мой ребенок видит меня, моя жена видит меня, мои родственники знают меня, мои родители, при которых я вырос, знают меня. Ладно, я человек один на сцене, на телевидении, но другое совершенно, что обо мне говорят мои близкие. Так вот, что здесь написано, очень опасные тексты, написано в первой книге царств о детях Илья, священника Илья, о сыновьях Илья. И здесь написано так, с 12 стиха, это вторая глава первой книги царств. Здесь написано так о них. Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Меня сразу смутила такая вещь. Негодные священники, негодные люди негодные, которые были священниками. Я думаю, вот интересно, неужели священник может быть негодным человеком? Меня это остановило. Но кроме того, что у нас есть социальная позиция, духовная позиция, там священник, пастор или еще там диакон, мы еще люди. И вот написано, как люди, как люди, они были негодными людьми. Но они все равно имели священнический долг, служили там при храме. И вот дальше написано, что они делали. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей, опускал ее в котел, кастрюлю, на сковороду, в горшок. Что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. И более того, они там и спали с женщинами, которые приходили к воротам этого храма. И 17 стих написано, грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Понимаете, кроме того, что они согрешали на личном уровне, как люди. Вот допустим, они не были бы священниками, не были бы они в руководстве. Вот были бы просто люди, обычные израильтяне. И это уже было бы грехом, если бы они себя так вели. Но в силу того, что они были священниками, от слова святой, отделенный, образец, люди, на которых равнялись, в силу этого написано, их грех был весьма велик. Весьма велик, удвоенный, утроенный. Почему? Да потому, что находясь в роли руководителя, начальника общества, священника, они отталкивали людей, и люди претыкались. Это преткновение. Люди, глядя на них, говорили, почему я пойду в этот храм? Если священники так себя ведут, не хочу я, не верю, не доверяю. Люди разбивались, и в целом общество отвращалось от жертвоприношений Господу. Я сегодня почему об этом говорю? Потому что это ответственность каждого отца, каждой мамы. Это ответственность каждого служителя в церкви. Это огромнейшая ответственность. И оно взаимосвязано. Наше поведение, наше хождение личное перед Богом и священнослужение, на которое мы поставляемся. Я просто считаю, что надо жить, ходить перед Богом. Короче, просто сказать, ходить перед Богом, а не перед человеком. Вот у нас были пасхальные праздники не так давно. И несмотря на то, что мы там живем, у нас все эти украинские традиции все равно сохраняются. И моя жена с Нового Лынска, и моя теща, я ее никогда тещей не называю, мама Нина, у них такие традиции на Пасху. Очень много пирогов печь там всякие, рулеты маковые там всякие, ну что там мясного много всегда. Я понял, что это в украинцев, оно уже хронически, вы уже этого не вылечите никогда. То есть уже надо отпраздновать воскресение Иисуса Христа по полной программе. И я помню, как мама напекла этого всего много, и в нее давление такое. И уже сколько раз говорили, мам, ну не надо, мы купим. Это невозможно забрать, это вот такое народное, вот страсть такая. И она это все напекла не для себя же, для нас, благословляет нас, позвонила. Моя жена Жанна говорит, поедь у мамы, возьми, там она угощает нас. Я поехал, набрал всего этого много, вкусное, свежее, привез домой, говорю своей жене, слушай, а может быть я повезу своим родителям, угощу немножко, возьму эту. Я говорю, пожалуйста, ну я взял, там выбрал кое-что из этих всех свежих выпечки этой, повез к родителям, папа был один, я папу угостил, говорю, вот благословляем вас, Христос воскрес. Папа что-то так растрогался, так ему приятно было, говорит, Жанна готовила, да? А я что-то так и промолчал, мне так приятно за жену стало, знаете. Я, он так прослезился, говорит, ну спасибо, и скажи от меня. Я сел в машину, еду, думаю, что я наделал? Вот как мне теперь вырулить из этой ситуации? Ну что, я вернусь к отцу, буду сейчас что-то объяснять. Ну как же вырулить? Я говорю, Господь, помоги, ну запутался, серьезно. Еду, и мира нет, думаю, или разворачиваться, ну не поймет, не поймет. Я говорю, ну как, приехал домой, хожу, прихожу к Жанне, говорю, слушай, а, слушай, ты случайно маме не помогала? Она говорит, а что? Я говорю, ну нет, просто хотел узнать. Она говорит, ну, помогала тесто месить. Я говорю, слава Богу. Я просто с этой ситуацией выбрался, да? Ну как бы, хоть как-то выбрался, я говорю, Господь, прости, но как-то выбрался, да? Не было необходимости там звонить отцу, говорить, что это, в принципе, не моя жена готовила. Но я о чем, друзья? В принципе, можно этим проигнорировать, можно вообще об этом не говорить. Можно вообще просто на это не обращать внимания, понимаете, да? Но вот когда ты служишь, когда ты ходишь перед Богом, когда ты стараешься свои пути соблюдать перед Богом, для меня это немаловажный момент. Я не могу его пройти. У меня просто потом учить людей жить справедливо, жить честно, иметь дерзновение смотреть в глаза, жить в гармонии со своим внутренним человеком, я уже не могу. Я не раз в такие ситуации попадал, вот где-то приврал, знаешь, добавил, как бы, приукрасил, а еще твои творческие способности такие большие. Ты как бы рассказываешь, кажется, ну все же, как бы, насчет Богу, ну, рассказываешь о каком-то чуде, и рассказал в два раза больше, ну, как бы, Богу больше славы. Ну, преувеличил, ну, оно не так, оно вообще не так. А потом так скверно внутри, говоришь, Господь, я уже несколько раз у меня такое было, несколько раз, даже в кругу видных людей. Я просто вытирал пот, я говорил, вы знаете, ну, вот не смогу потом, я вот преувеличил здесь, ну, неприятно мне, ну, чтобы вы знали, по-настоящему вот здесь не было так. И вы знаете, аж, иногда аж трусит тебя, просто, ну, неприятно. Хочется жить с чистым сердцем, вот хочется ходить перед Богом с чистым сердцем. Рассказываешь людям, свидетельствуешь о чем-то, говори правду, говори, как было, говори, как слова Божии, и Бог будет тебя благословлять. И знаете, что будет в твоих словах? Власть. В твоих словах будет власть, потому что ты говоришь правду. У меня есть один знакомый, он тоже пастор церкви, в Украине живет, и он, у них семь детей в семье, и мы с ним так сдружились, очень хороший человек, и он говорит, я однажды утром встал, как говорится, не с той ноги, все что-то меня злило. Ну, не повезло в одном, что это было воскресенье, и надо было проповедовать, вот, но уже ничего не сделаешь, что-то, говорит, поссорился и с теми, старшим сыном, и с женой, что-то, ну, как-то вот не клеилось в то утро. И у них такой автобус, и они всей семьей ездят вместе в церковь, и говорит, мы едем в церковь, и еще кто-то что-то масло в огонь подлил, и я на жену что-то там, ну, резко ответил, отвязался, и все, все затихли, папа не в настроении, все. Ехали в церковь, все тихонько, дети разошлись, по залу сели, и жена возле меня сидит, говорит, я выхожу на кафедру проповедовать, все, готов. Знаете, говорит, мне не повезло, я поднял глаза, и сына своего увидел, девятилетнего, он на меня так смотрел. Что ты сейчас будешь говорить? Я, говорит, думаю, нет, совпадение, опять посмотрел на него, смотрит. Я, говорит, понял, что у меня сейчас есть выбор просто переехать его, знаете, как бы, как на танке. То есть просто, кто ты здесь такой, что ты будешь меня давить? Я вообще пастор, и я вообще прав. А почему я прав? Потому что я отец. И вообще, закрой рот, потому что я отец. И вот у меня был выбор, вот просто подавить это все. А ведь он прав. А ведь он прав. А я не прав. Все. Я стою, говорит, у меня вот здесь поджало. Что же делать? Я, говорит, решаюсь. Я, говорит, дети, все мои дети, здесь в церкви, встаньте на ноги, пожалуйста. Что-то папа задумал такое, да? Они встают. Он говорит, он говорит, я сегодня плохо себя вел в машине. Я хочу попросить прощения у своей жены и у вас всех. Я был неправ. Я был неправ. Я каюсь. Простите меня. Простите меня. Прощайте. А что, есть выбор? Дети сели. Он говорит, вы знаете, и меня отпустило. И не просто отпустило, а благодать пришла. Просто пришла благодать. Просто я стал людям говорить о жизни. Мы все люди. У нас всех сложные ситуации. Но я стал говорить, и Бог помазал меня. И пришла благодать. И Бог благословил это служение. И мы не живем в двойных стандартах. И мы живем справедливо, ходя перед Богом. И Бог благословляет нашу жизнь. В книге Иисуса Навина, в девятой главе, есть очень интересное повествование. Это последнее перед нашей молитвой. Чтобы хотелось рассмотреть, насколько важно вообще держать ответственность за свои слова и ходить перед Богом. Здесь описывается о том, когда еврейский народ забирал свои земли, обещанные Богом. И они очень властно и сильно вторгались в эти территории. Просто один за другим народ изгоняли, забирали те территории, которые Бог им пообещал. И среди языческих царей началась паника. Самая настоящая паника. Они стали объединяться по три царя, по пять царей, чтобы только как-то остановить движение Иисуса Навина и чтобы вообще защитить свои города. И вот здесь описывается, что, услышав то, что происходит, все цари, которые за Иорданом, на горе, на равнине, по всему берегу Великого моря, возле Ливана, все они собрались вместе, чтобы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, то есть Гаваонитяне, услышав, что Иисус сделался Иерихоном и Гаем, вообще об Израиле ходила неимоверная слава. Просто невероятная слава ходила. Но если стены сами собой падают, если просто Бог им в такой мере сильно содействовал, если Иордан останавливался, и люди об этом рассказывали, вы представляете, это панический страх. То есть у тебя, ты просто проиграл. И вот Гаваонитяне поняли, сколько ты не борись, но если Бог стоит за этот народ, мы ничего не сможем сделать. И они употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили в ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные, заплатанные мехи вина. Обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, одежда на них ветхая, весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Но это была сцена, понимаете, да? То есть они сыграли. Это не был на самом деле ветхий хлеб. Они просто, ну, симитировали, сыграли так. Одели старую одежду. Они пришли к Иисусу в станы израильские, в Галгал, и сказали Ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз. Израильтяне же сказали Евеям, может быть вы живете возле нас? Как нам заключить с вами союз? Мы завтра, мол, с вами воевать будем. Они сказали Ему, нет, из далекой земли пришли рабы Твои, во имя Господа Бога Твоего. Мы слышали славу Ее, все, что Он сделал в Египте, все, что Он делал двум царям. Короче, слыша сие, старейшины наши, это гаванитяне говорят, старейшины наши, и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу, пойдите навстречу израильтянам и скажите им, мы рабы ваши, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухим и заплесневелым. И этим мехи с вином, которые мы налили новые, вот смотрите, и взорвались. Одежда наша, обувь наша обветшали от весьма дальней дороги. «Израильтяне взяли и хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили с ними союз, услышали, что они соседи, и живут возле них». Представляете, что произошло? Ну, их подставили. И мы читаем здесь дальше, что сыны Израилевы отправились в путь, пошли в города эти все, перечисляются все города, они разбивали, разрушали, забирали свое, только гаванитян не трогали. Вообще не трогали. Все в панике бежали. Все оружие, ничего не могло остановить израильтян, а гаванитяне даже ворот не закрывали. А почему? А потому что Иисус Навин дал Слово. Мы вас не тронем. Ни бумаг, ни документов, ни контрактов, никакой организации Объединенных Наций, ничего нет. Есть Слово. Понимаете, вот сколько держится на Слове отдельных людей. Он дал Слово. И все народы были изгнаны, и вся территория, обещанная Богом, евреи забрали, но гаванитян не тронули. Потому что Иисус Навин дал Слово. И вы знаете, можно было бы сказать, да вы, вруны, вы солгали. Это не действительно. Мы забираем наши слова обратно. Вы же обманули нас. То есть есть очень веские причины забрать свои слова обратно. А сколько раз в нашей жизни такое бывает? Да у нас даже такое случается. Знаешь, человек занимает деньги у кого-то. Он говорит, ну, нужно, ну, помоги, брат, ну, тяжело, ну, конец месяца, ну, не выкручиваюсь, ну, я верну, две недели. И тут человек говорит, ну, я же понимаю, мы христиане, я дам тебе денег, ну, просто, у меня же тоже сложная ситуация. Дай Слово, что... Да, даю Слово, нет вопросов. Ну, мне просто две недели продержаться. Проходит две недели, три недели. И тот уже начинает звонить, слушай, ну, как там с моими деньгами? Да ты понимаешь, ты же сам видишь, какая ситуация, мне на работе не выплатили, и как я тебе сейчас отдам? Ну, потерпи. Говорит, слушай, ну, ты же обещал. Ты же обещал. Не, ну, что обещал? Мне же тоже обещали на работе. Ты что, не понимаешь, в какой я ситуации? Нет, я-то понимаю, но... Ты же давал Слово, я же как-то рассчитывал. Не, ну, мало чего ты рассчитывал, я тоже рассчитывал. Ты понимаешь, в какой вообще ситуации страна наша? Вообще, ну, не нравится, ну, в суд подай. что у тебя есть документ, что ты можешь доказать, что я у тебя брал деньги. И ты как-то понимаешь, Господи, а я думал. И вроде бы так веско все, и вроде бы человек так действительно объясняет, и вроде можно бы войти в ее положение, да только не знаешь, как вообще жить, потому что все так нестабильно, что давал слово, что не давал. И я где-то читал или что-то смотрел, была история об одной семье. Муж с женой жили, и получилось так, что у него схватило сердце инфаркт, и его скорость забрала срочно прямо с рабочего места в госпиталь, и думали, что его не спасут в очень тяжелом положении. И он не мог дозвониться к жене, она была где-то в командировке, по бизнесу, и он понимал, что он уходит из жизни, у него больше нет шансов просто даже попрощаться с своей женой. И он попросил просто листочек бумаги, и так очень сердечно написал, дорогая, ты все значила в моей жизни, я тебя любил, я просто все, что я имел, все, что я имею, все, кто я есть, я принадлежу тебе, все принадлежит тебе. Он просто так вот попрощался с ней, но его как бы откачали, он выжил. Эта записка действительно попала его жене, он сам ей отдал уже при встрече, показывал, насколько он ее ценил, и вот последние слова такие были. Через несколько месяцев у них получилась ссора, конфликт. Эта женщина взяла эту записку, в которой было написано, что все, что я имею, все, что у нас есть, все, чем я владею, это твое. Она пошла просто к адвокату и сказала, вот мой муж с подписью завещал мне все свое состояние. Адвокат сказал, что это серьезно? Серьезно, его почерк, его подпись. Возбудили уголовное дело, и мужа все забирают. Понимаешь, ты живешь в мире, и просто начинаешь думать, Господи, я вообще не соображаю, как можно в этом мире жить? Как можно вообще жить в таком мире? Я не хочу драматизировать сейчас ситуацию, это редко такое случается, но вопрос состоит в том, насколько мы, как верующие люди, как христиане, держим свои слова. И как вообще Бог смотрит на эту ситуацию? Потерпите меня последние 5-7 минут, мы идем к молитве, но я хочу что-то очень важное показать, потому что Бог на этом не останавливается, дорогие друзья. Потому что кроме человека, кроме судов человеческих, есть еще Божьи суды. И не хотелось бы, никак бы не хотелось привлекать эти Божьи суды в нашу жизнь, но они приходят. Хотим мы этого или не хотим, справедливость существует. Поздно или рано Бог вмешивается в ситуации. Теми или иными образами апостол Павел заявляет, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, такого не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Иногда мы даже не знаем, почему вдруг вот это и это свалилось нам на голову. Вообще, почему вдруг? А потому что, друзья, если есть хоть один человек, который плачет из-за нас, Богу, может быть, этот человек вообще даже не верующий. И может быть, этот человек даже не Богу плачет, потому что он в него не верит. Но если этот человек плачет из-за меня, то Библия говорит, что Бог творит суд и правду всем обиженным. Не важно, этот обиженный атеист или христианин. Если он обиженный, то Бог вмешивается и заступается за обиженного, даже если это мне не в пользу. Таков наш Бог. Он стоит на принципах справедливости. И я понимаю, что Виктор проповедовал о милости, это совершенно другая тема. Мы сегодня говорим, что на земле в любом случае мы будем давать отчет Богу. В любом случае. И вот что интересно. Прошли столетия, я не ошибаюсь, столетия с того момента, как Иисус Навин поклялся, что гаванитян не тронет. Это же не просто Иисус Навин от себя. Он дал слово. Все. Этого слова назад забрать нельзя. Эти люди живут среди евреев, как ни в чем не бывало. Почему? Слово. Прошло время. Эпоха судей. Самуила. Избрали уже Саула. От царства в Саул встал на царство Давид. Богобоязненный человек. Ходит перед Богом. Старается соблюдать Божьи заповеди. Строит свое царство по принципам Божьим. Нет дождя. Прошел год, совершенно нет дождя. Урожая нет. Ну ладно, может быть совпадение. Второй год, нет дождя. Это точно совпадение. Третий год, нет дождя. Это же напрямую влияет на экономику страны. Это же разрушается полностью государство. Это уже не совпадение. Это уже какая-то закономерность. Это значит, за этим что-то кроется. Давид пошел серьезно искать Бога. Во второй книге царств, в 21 главе, это все описывается. Вторая книга царств, 21 глава. «Был голод на земле, во дни Давида, три года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян. Я специально открывал симфонию, и я не встретил нигде, никакого упоминания о гаваонитянах, вот с момента Иисуса Навина до этого момента. Они жили себе, как ни в чем не бывало. Но Саул что-то по ревности взял и побил какую-то часть гаваонитян. Ну, побил, да и побил. Сколько времени прошло до Иисуса Навина. Но Бог, представляете, Саул нарушил слово. Тогда царь призвал гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев, и израильтяне же дали им клятву. Но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаваонитянам, что мне сделать для вас? Чем примирить вас? Представляете, какая ситуация? Человек Божий оказался в капкане. Он понял, что он из этого не выйдет. Он понял, что он оказался во власти гаваонитян. Он понял, что мы виноваты, мы нарушили слово. Теперь вы только можете отпустить наш грех. Вы можете заказать, что хотите. Сумму денег любую. Может быть, дань мы будем вам платить. Но только снимите с нас это проклятие. Что мы можем сделать, он дальше пишет, чтобы вы благословили наследие Господнее. Вы представляете, в какой ситуации оказался человек, который уже Бог начал наказывать, весь народ. Мы в ваших руках. Как вы развяжете этот узел? Как снять с нас эту вину? Что скажете, то и сделаем. И сказали ему гаваонитяне. Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его. Не нужно нам, чтобы умертвили кого-то в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам семь человек. И мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. И он действительно выдал семь человек из рода Саула. И их действительно убили. И пошел дождь. Друзья, вы понимаете, что в жизни все честно. Можно винить кого угодно. Можно винить любые обстоятельства. Можно винить людей, экономику, президента, пастора. Можно винить, что жена разрушила твою жизнь. Или муж, или родители. Можно винить кого угодно. Но еще есть Бог над всем. Над всем есть Бог. Я встречал таких людей в жизни. Они постоянно ищут виноватых. И уже после беседы со мной, уже я виноват. Что я не мог помочь. Что моя молитва была неэффективна. Я говорю, я уже дополнил список всех виноватых в вашей жизни. Но я говорю, вам гарантирую, что последним в этом списке будет Бог. Я вам гарантирую. Делал ли я все перед Господом? Когда в моей жизни, как я вчера говорил, меня огорчали люди. И огорчали очень серьезно. Очень. Просто кажется, ну вы знаете, что обида, она и склонна надуваться. Она кажется уже такая большая. Наверное, никого в жизни так не обижали, как меня. И так каждый, наверное, думает. И я хорошо помню тоже, как 100 градусов температуры, жарище страшное стоит. По Фаренгейту, понятно. В Лос-Анджелесе, где мы приехали. И настолько просто тяжело. И ты переживаешь предательство от людей. Самое настоящее предательство. Самое настоящее, как в миру. Как вот в миру подставляет. Так точно тебя, меня в моем случае подставили. Я помню, я сижу на этом раскаленном асфальте. У меня даже машины нет. У нас стола в то время не было. Мы переехали туда по повелению Господа. Начать церковь там среди армянского населения. И я сижу на этой бордюре. У меня слезы текут градом. Я говорю, Господи, почему все так? Ну я же ради Тебя. Ну я же все во имя Тебя делаю. Но было так печально. А потом еще происшествие за происшествием. Просто нападки. Просто вот, ну, все не так. Наш сын упал, разбил нос. Ему было полтора годика. В госпиталь. В нас нет денег заплатить за это. Потому что он разбился, кровь пошла носом, ртом. Мы не знаем, где этот госпиталь. 12 миллионов населения в этом Лос-Анджелесе. У нас нет ни одного друга, которому можно обратиться просто, чтобы помог. Все сами. Я помню с этого госпиталя. Выезжаем уже во втором часу ночи. Одежда у Жаны вся в крови. Этот ребенок уже измотался весь. Пока его проверяли эти все хрящики. Я сдаю автомобиль на стоянке госпиталя, сдаю, заднюю передачу включил. Вижу в зеркало сзади столб. Но я не соображаю. Просто разбиваю машину. Я еду домой. У меня такое чувство было, что просто демоны смеются на каждом повороте. Было такое чувство, что ты одинок во всем мире. Что ты просто всеми оставлен. Но когда мы приехали домой, вы знаете, положили Даника уже спать. Он уже весь выплакался, измотался. Он уснул. И мы взяли с женой, сели на пол. Потому что у нас не было где больше сидеть. Мы просто сели на пол. Вы знаете, странное чувство. Третий час ночи. Самое, что не странное чувство. Славить Бога. Вот такое чувство. Славословить. Вопреки всему. Вот славословить. Вот взять и прославлять. Вот мне казалось, что просто рассыпается все сатанинское задуманное, когда я говорил, а ты все равно царь. Ты все равно сидишь на троне. Ты все равно Бог. Тебя с трона никто никогда не снимет. Пусть что угодно в жизни происходит. Ты царь моей жизни. Я буду тебя славить при любых обстоятельствах. Я буду благословлять тебя. И на нас как опустилось Божье присутствие. И мы несколько часов с женой просто ходили по дому, обнявшись. Вставая на колени. Мы славословили Бога. А счет. У нас же госпитали все платные. И это был католический госпиталь. И пришел счет. Я сейчас точно, чтобы не ошибиться. Или 14, или 17 тысяч долларов. За то, чтобы вот ребенка проверяли, там врачи. И я положил просто руки на это счет. Сказал, Господь, ты же видишь, мне стол надо купить. Где же я возьму такие деньги? И представляете, приходит через несколько дней письмо от главного менеджера этого госпиталя. И он говорит, я рассмотрел ваше дело. Я молился Богу. И у меня появилось такое сильное желание аннулировать ваш счет. Я снимаю с вас весь долг. Вы знаете, вот я понял, я понял две очень важные вещи. Первая вещь. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. И вторую вещь, которую я понял, что если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, ты будешь, как мои уста, сказал Бог. В нашей жизни Бог, Он просто на каждом шагу, на каждом квадратном миллиметре, где мы стоим, где мы дышим, где мы живем, присутствует Бог и Его слава. Просто Его надо видеть, надо замечать. Если в твоей жизни нет дождя, если в твоей жизни засуха, в какой-то области, в любой области, я бы тебе очень советовал покопаться и узнать. Может быть, есть люди, которые плачут по твоей вине. Может быть, есть огорченные люди. Может быть, это твои дети. Да, 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 твои дети. Я вспоминаю такой момент, это последнее перед молитвой. Я вспоминаю просто мой ребенок, 4-5 годиков. Да, я пришел домой занятый, на телефонах, еще звонят где-то то с России, то там с Израиля. Я на этих телефонах, а он все лезет на руки, мешает. И я вот, ну, у меня важные разговоры, я вообще занят. Я его шлепнул пару раз, говорю, иди, не мешай мне. Отправил его. Вы знаете, и он ушел. Он ушел. Я закончил свои разговоры. Туда-сюда, где же мой сын. Захожу в спальню, он сидит такой, голову опустил. Я на него смотрел так из-за угла, смотрел и думал. Интересно, что он сейчас думает? Я понял, что у него выбора нет. Папа значительно старше него. Папе 30 лет, а ему 3 годика. Ну и что? Доказать он ничего не сможет. Папа умнее, чем он. Физически сильнее, чем он. Папа прав. Всегда. Всегда прав папа. Такого не может быть, чтобы папа был неправ. Или мама. И мне стало страшно. Вы знаете, почему? Потому что его сердце детское все равно знает, что такое правда. Он ко мне тянулся, потому что он соскучился. И вы знаете, мне правду вам говорю. Мне стало страшно внутри. От дистанции. Дистанции со своим родным сыном, которого я породил. Я пришел его, поставил, встал перед ним на колени, чтобы быть на уровне его глаз. Сказал, сынок, смотри на меня. Я хочу у тебя попросить прощения. Я был неправ. Я больше так делать не буду. Ты можешь меня простить. Я просто был занят. Но я не оправдываюсь. Я не прав. Я просто прошу тебя. Давай будем друзьями. Ты можешь меня простить? Вы знаете, в нем зажглась вот эта надежда. В нем столько любви ко мне. Он, конечно, конечно, глазками этим мотал, слезы текли, мы обнялись. И знаешь, и он вернулся. Вот он вернулся. Понимаете? Он вернулся. Потому что я же его прогнал. И вот он вернулся. И я хочу вам сказать, друзья, надо никогда не бояться просить прощения. Не надо быть такими гордыми, что мы совершенны. Надо учиться просить прощения, извиняться, каяться. Тогда только в жизни что-то возможно. И я просто убеждался многократно, что когда мы умеем просить прощения, когда мы умеем наши грехи исповедовать, Бог нас будет восстанавливать. Мы в любом случае несовершенны. Мы в любом случае согрешаем в слове. Но надо уметь и учиться извиняться, просить прощения, смиряться. У меня не так давно произошел очень позорный момент. Буквально месяц назад при поездке в Украине произошло просто неприятное событие с одним видным человеком. И я просто взял письмо, опубликовал, написал ему. Я показал нашей всей команде в церкви. Я сказал, я поступил некрасиво по отношению к этому человеку. И я это сознательно сделал. Просто при всех, демонстративно сказал. Вот, мое публичное покаяние перед этим человеком, мое извинение. Вы знаете, к огромному удивлению, этот человек сейчас, наши узы еще больше сплотились, еще больше, потому что он увидел, что я как поступил неправильно, так при всех и принес свои извинения и покаяния. И я убежден, что Бог будет делать невозможное, невероятное. Просто пойдите навстречу, переступите. Гордость она не дает нам переступить. Очень часто. А наследили в жизни и там, и там, и там. Гордость не дает. У меня знакомая семья одна в Лос-Анджелесе живет, Дима и Надя. И он был бандитом. Ему заказывали разные вещи, они там. И когда он покаялся, я говорю, Дима, а как ты вообще свои следы заглаживал в жизни? Ты что, ты наследил, серьезно? Ты из проклятия не выберешься? Он говорит, Александр, знаешь, что я делал? Я брал сумму денег, которую я забирал у этих людей. Я просто шел к этим людям, нарядно одевался, покупал огромный букет роз, Иисус, звонил в дверь, вставал на колени, на расстоянии двух-трех метров, вставал на колени и просил меня простить. Давал цветы и возвращал деньги. И так я ходил по всем людях, которых я знал и мог вспомнить, где я беззаконничал. Вы знаете, вы бы видели, как Бог благословил эту семью сегодня. Я верю, что можно вырвать любые корни, любые корни. Но если что-то не вырываешь, оно останется. Надо вырвать любые корни пред Богом и перед людьми. И просто слава Божья, мир Божий будет соблюдать наши сердца. Аминь. Давайте помолимся вместе. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Мы приходим перед Твоё лицо. И мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за всякую благодать, которую мы имеем в Тебе. Я благодарю Тебя за жизнь. Жизнь, сокрытую в Твоей истине. Жизнь, сокрытую в Твоей святости, Господь. Мы люди несовершенные. Все мы много согрешаем и падаем, Господь. Но мы приходим к Тебе сегодня с верою, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Мы приходим, Господь, к Голговскому кресту, веруя, что этот крест всё ещё имеет силу прощать нас и обновлять нас и восстанавливать нас. Мы приходим, Господь, веруя, что Дух Святой сегодня обличает нас о правде и о суде и о грехе. Это работа Твоего Святого Духа, чтобы обличить нас в том, где мы действительно погрешали. Господь, я молюсь сейчас о всех людях в этом зале. Я вверяю каждого человека в Твои руки и себя в том числе, Господь. Я верую, Господь, что Ты трудишься над нами до дня Своего пришествия, до дня Твоего явления. Работа Твоего Духа будет совершаться над нами постоянно. И я славлю Тебя, что это обличение, оно будет сопровождать мою жизнь всегда. И я этого хочу. И я хочу, чтобы суды Твои, Господь, окружали меня всегда, где я хожу, где я живу, Господь, во всяком кругу своих друзей или знакомых. Господь, я молюсь, чтобы сейчас Ты совершил работу. Если, Господь, есть кто-то, кто хочет сегодня действительно покаяться, это не что-то показное, это не что-то публичное, это не для видеокамер, Господь, это не для кого. Мы, Господь, я даже не желаю, чтобы эти люди выходили, но чтобы эти люди там, где они стоят, на своем месте, или подняли руку, или просто склонились на колени перед Тобой, или просто склонились в свое сердце, в свою голову. Но, Господь, мы хотим сегодня совершить эту молитву, чтобы Ты мог помочь нам восстановиться в тех сферах и в тех ситуациях, где мы действительно согрешили перед кем-то. Многие из нас думают, что время это загладит, как-то пройдет, как-то забудется. Я в это не верю, Господь. Я верю, что Ты соблюдаешь наши пути, и Ты смотришь за нами, и мы ходим перед Тобою. Потому мы сегодня приносим Тебе наше покаяние, мы приносим Тебе, Господь, наше сердце, Господь. Если есть кто-то в нашей жизни, кто плачет из-за нас, кто огорчен, обижен, из наших близких, родных, дальних, Господь, знакомых наших, соработников наших, может быть, в церкви произошли какие-то конфликты, может быть, мы нарушили слово, которое давали, обещания какие-то, проявили какую-то неверность, Господь, Господь, я прошу Тебя прямо сейчас, помоги нам принять решение, Господь, позвонить этим людям, встретиться с этими людьми, попросить у них прощения, а сегодня мы просим прощения у Тебя. Мы просим, Господь, чтобы прямо сейчас Твоя кровь могла прийти и очистить нашу душу, и очистить нашу совесть. Так сказано в Твоем слове, что кровь Твоя очистит совесть. Я прошу, чтобы сейчас Твоя кровь очистила совесть от мертвых дел. По слову Твоему, Иисус, да, очистится совесть наша от мертвых дел, потому что по-другому совесть не может наша очиститься. Она очищается только кровью Твоею, только кровью, пролитой на Голговском кресте. Я прошу, чтобы кровь Твоя очистила совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Я прошу Тебя, Господь, благослови эту церковь, благослови Иисус, чтобы пришла свобода, благослови, Господь, чтобы эти камни, эти преграды, которые лежат на пути, чтобы они были устранены во имя Иисуса, чтобы мы жаждали Твоих судов, чтобы мы любили, Господь, когда обличение от Тебя приходит, когда, Господь, нарушен мир с Тобою, чтобы мы бежали к свету Твоему, чтобы мы, Господь, говорили, как Давид, благо, когда обличает меня праведник. Господь, чтобы мы не боялись этого, чтобы я никогда в жизни не стал гордым и не боялся этого, Господь, потому что в этом мое спасение. Господь, благодарим Тебя, что Ты даешь нам надежду, даешь нам снова и снова возможность приходить к Тебе и получать это прощение и Твою милость. Мы за все благодарны Тебе, Иисус. Помоги нам, Господи, соблюдать пути наши перед Твоим лицом. Помоги, Господь, не быть преткновением ни для кого. Помоги, Господь, не стать тем человеком, который заградил путь в Царство Твое, кому-то другому. Помоги тем женам, Господь, у которых неверующие мужья, чтобы они не закрыли дверь в Твое Царство для своих собственных мужей. Помоги, Господь, тем мужьям, у которых жены еще неверующие, чтобы мы являли Твою любовь и Твою милость и Твой свет на всяком месте. Господь, помоги пасторам, служителям, помоги лидерам, которые несут служение в пении, в любых других служениях, чтобы, не дай, Господь, на нас не легло это обвинение, Господь, что мы отвращаем народ от жертвоприношений Господу. Иисус, помоги нам соблюдать наше сердце чистым перед Тобою и служить Тебе, доколе Ты придешь, доколе Ты встретишь нас, доколе мы будем восхищены на облака. Господь, я верю, что это время приближается, и это время близко, и Ты совершишь великое и славное, и Ты еще много-много будешь трудиться над нами, и всякую у Тебя ветвь, которая приносит плод, Ты будешь очищать еще больше, чтобы она принесла плода для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа, и все вместе скажем Аминь. Спасибо, уважаемые друзья.